Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра! Вмешательство США и Турции в украинский конфликт развяжет России руки в Сирии. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. В последние несколько недель все только и обсуждают, в каком формате может проходить возможная новая война на Донбассе, а также то, какую роль примет в ней Россия, считающаяся гарантом безопасности ДНР и ЛНР. Свою лепту попытались внести и мы, рассмотрев три сценария для Минобороны РФ, которые условно назвали «Экспансия», «Осетинский сценарий» и сами. Судя по всему, в Кремле выбрали последний третий вариант, сделав ставку на гибридную прокси-войну. Почему же так получилось, и как и где Россия сможет ответить зарубежным спонсорам Украины? Главный спонсор украинской гражданской войны – это демократическая партия США, которая в 2014 году осуществила внезалежный государственный переворот, приведя к власти марионеточный русофобский режим. В 2020-м демократы путем масштабных фальсификаций на президентских выборах посадили в Белом доме своего ставленника Джо Байдена. Теперь Вашингтон активно науськивает Киев на то, чтобы попробовать вернуть контроль над Донбассом военной силой. При этом Украине обещана прямая поддержка со стороны США. К слову, даже в американских околовойных СМИ выражается обеспокоенность о том, что для незалежной это может закончиться кидаловым и грузинским сценарием образца 2008 года. Однако в последние полгода на украинском направлении появился новый дерзкий игрок – Турция. На первый взгляд, ее участие может показаться странным, но следует помнить, что совсем недавно по историческим меркам и Крым, и Новороссия входили в состав Османской империи и были отвоеваны у нее империей Российской. Начиная с распада СССР, Анкара всячески стремилась обосноваться в Украине и на полуострове путем мягкой силы, реализуя коммерческие, культурные, образовательные и религиозные проекты. Неожиданное воссоединение Крыма с Россией в 2014 году спутало ей многие планы. Сегодня турки стремятся вновь закрепиться в незалежной, разыгрывая антироссийскую карту. Анкара уже продала Киеву 35 ударных Блабайрактар, которые смогут жечь бронетехнику на Донбассе, ведутся переговоры о локализации их производства. Турция готова помочь Украине начать восстанавливать военно-морской флот, продав четыре современных корвета типа Ада, которые будут дооснащены на Николаевской верфи противокорабельными ракетами «Нептун». Помимо углубленного военно-технического сотрудничества, Анкара заинтересована в том, чтобы закрепиться на Украине политически, как это было ею проделано в Азербайджане. Неизвестно, насколько успешно для противоборствующих сторон будут развиваться боевые действия на Донбассе, но раньше или позже их итог придется как-то фиксировать. Вероятнее всего, Киев будет настаивать на определении новой линии разграничения и вводе миротворцев и международных наблюдателей. Не удивимся, если среди них окажутся турецкие военные на правах союзников Украины, как это уже произошло в Нагорном Карабахе. Что же ответит на это Россия? А вариантов-то у нас не так много. Все хорошие остались в феврале-мая 2014 года, теперь имеются только плохие, из которых и приходится выбирать. На границе с Украиной сосредоточено 28 батальонно-тактических групп. Постоянно перебрасывается все новая бронетехника, танки и САУ. В ответ на полномасштабное наступление на Донбассе Минобороны РФ может вести войска для защиты нескольких сотен тысяч российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, разбить ВСУ и отогнать их к прежним административным границам Донецкой и Луганской областей. Возможно даже дальнейшее наступление на украинскую территорию – экспансия. Однако это именно то, чего явно хотели бы в Вашингтоне. На прямой ввод ВС РФ в незалежную США и их европейские союзники ответят пакетом жестких калечащих санкций, которые до факта могут привести к экономической и политической изоляции нашей страны на западном направлении. Про достройку газопровода «Северный поток-2» и вовсе можно будет позабыть. На прямой вопрос, готов ли Кремль вести войска на Донбасс, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прямо ответил. Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно слеживаем ситуацию. Исходя из ее развития, будут приняты конкретные меры. Давайте будем реалистами. Это означает, что никакой экспансии точно не будет, а вероятность осетинского сценария где-то 50 на 50. Фактически прямым текстом российская власть говорит западным партнерам, что готова только к гибридной прокси-войне. Воевать на стороне ДНР и ЛНР будут только добровольцы и отпускники, а ВСРФ станут лишь наблюдать, стоя в резерве у границы. Означает ли, что это все, чем мы реально можем ответить на поддержку Украины, США и Турции? Нет, не означает. Гибридная война на ТО и гибридная, что ведется через прокси на разных направлениях. На американскую и турецкую поддержку ВСУ Россия сможет ответить встречным ударом на сирийском направлении. Напомним, что США и Турция присутствуют на территории САР незаконно, являясь интервентами. Анкара оккупировала северную часть провинции Длиб и Африн. Вашингтон, северо-восток страны, богаты нефтяными месторождениями, которые им в настоящее время незаконно разграбляются. Российские военные подчеркнуто придерживаются нейтралитетов САР с турками и американцами и воевать напрямую против них не станут. А зачем? Прокси-война так прокси-война. Разве будет удивительным, если в Сирии появятся хорошо обученные и вооруженные группировки, состоящие как из местных жителей, так и из сочувствующих им иностранных наемников, которые начнут широкомасштабную партизанскую войну и будут непрерывно наносить удары по турецким и американским базам, блокпостам, военным колоннам и караванам с бензовозами. Поток цинковых гробов в Анкарю и Вашингтон резко возрастет. Заофканивание военного присутствия в Сирии в конечном итоге вынудит интервентов его минимизировать, а потом и вовсе свернуть. Пока ВСУ накапливают ударный кулак на Донбассе, украинская делегация отказывается ехать в белорусскую столицу, требуя заменить ее на иную площадку. В качестве альтернативы предлагается Варшава или иная нейтральная страна. Чего же пытается этим добиться Киев, и как на подобные инициативы следует реагировать Москве и ДНР с ЛНР? Из данного дипломатического демарша можно сделать сразу несколько далеко идущих выводов. Во-первых, следует признать, что минский переговорный формат со всей очевидностью приказал долго жить. Довольно наивные планы Кремля впихнуть ДНР и ЛНР обратно в состав незалежной на своих условиях и добиться ее последующего переформатирования изнутри, как это нам годами втолковывали штатные и добровольные пропагандисты, провалились. От отдельных районов Киев ждет капитуляции и безропотного возвращения. А те семь лет, что были бездарно потрачены на бестолковые переговоры, Украина потратила на подготовку своей армии для реванша по актуальному нынче карабахскому сценарию. Корень данной проблемы состоит в том, что незалежное сегодня не является суверенным государством, а находится под внешним управлением со стороны США и Евросоюза, которые по возможности тянут одеяло на себя. ЕС полномасштабная война на востоке Украины даром не нужна, но в ней заинтересованы американские ястребы в Белом доме. Будь Киев по-настоящему независимым, возможно, Москва нашла бы с ним компромисс и по Крыму, и по Донбассу. Но в наших геополитических реалиях это просто невозможно. Любые договоренности с украинским руководством не будут стоить и ломаного гроша. Все решает Вашингтон, потому так называемый министр по вопросам временно оккупированных территорий, знаменитый юрист-практик Алексей Резняков, прямо предложил подключить к переговорам США и Польшу. Во-вторых, Киев явно взял курс на охлаждение отношений с соседней Белоруссией. В 2014 году президент Лукашенко с радостью предложил свою столицу как нейтральную площадку для политического урегулирования конфликта на Донбассе, значительно повысив свой международный престиж в глазах Запада. Однако после неоднозначных результатов выборов в прошедшем 2020 году его отношения с европейскими соседями и США резко охладились, а сам Александр Григорьевич стремительно растерял все набранные очки. Заодно Минск рассорился и с Киевом, который попытался солидаризироваться со своими старшими товарищами. Теперь на белорусском телевидении задорно высмеивают президента Зеленского за стримчики, которые тот снимает, пока его народ ползает по помойкам в поисках еды. Украинские юмористы вдолгу не остались, назвав всю Белоруссию целиком халуем России. Теперь Киев откровенно лепит из Белоруссии образ внешнего врага, откуда к украинской столице якобы могут рвануть российские танки. Уже начали проявляться экономические последствия подобного охлаждения отношений. Львов демонстративно отказался от партии из 100 автобусов марки МАС. Интересно, что будет, если Минск совместно с Москвой откажется поставлять в незалежную нефтепродукты. В-третьих, обращает на себя внимание выбор альтернативной Минску площадки. Среди прочих украинские дипломаты выделили польскую столицу со следующей формулировкой. Потому что тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями. Поэтому никто не скажет, что Польша – верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Насчет того, что эти две страны не всегда были друзьями, аргумент довольно странный. Сегодня Варшава объективно является заинтересованной стороной в том, чтобы Украина не качнулась обратно в сторону России. Так, Польша строит планы на то, чтобы начать реэкспортировать в незалежную американский СПГ, а для этого нужно, чтобы прямые закупки у Газпрома уже не возобновлялись. Польская нефтегазовая компания ПГНИДЖИ заключила инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine ОСФ о совместной разведке и разработке газовых месторождений на западе страны в Львовской области. Пока в незалежный царят разброд и шатание. Миллионы украинцев перебрались в Польшу на заработки, обеспечив этой активно развивающейся стране недорогую рабочую силу. Но главная проблема заключается даже не в этом. Дело в том, что Польша является действительным членом Североатлантического альянса, равно как и США, а значит Киев пытается сделать военный блок НАТО опосредованным участником процесса политического урегулирования на Донбассе. И это уже совсем другой расклад, который в принципе не может устроить ни Москву, ни Донецк, ни Луганск. Если Минск подчеркнуто старался не лезть в переговорные моменты, то от Варшавы, как заинтересованной стороны, подобного ожидать не приходится. Но и это еще далеко не все. Напомним, что Украина официально признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. Буквально несколько дней назад экс-президент Леонид Кравчук устроил настоящую истерику по поводу участия в переговорах со стороны донецкой журналистки Майи Пироговой. Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию. Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Можно легко представить, какой политический цирк начнется, если встречи пойдут на территории заинтересованной стороны. Возможно, террористов по запросу Киева даже арестуют и выдадут украинскому правосудию. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.